Добро пожаловать на книжный клуб Меня зовут Василий Медведев, я буду вести сегодня Пришли ребята, которые... Да, спасибо Ребята уже, как видите, распределились по факультетам Да, сразу Алексей Квашонкин, Гриффиндор Потому что Леша очень храбрый Очень храбрый человек Также у нас сегодня Дмитрий Колыбелкин Который представляет факультет Кэфтивран Потому что Дима очень умный Очень умный Да, смотри, у него даже две книжки Гарри Поттер и Луи Каскабана Значит, он дважды ее прочитал Также у нас сегодня Владимир Бухаров Который представляет факультет Пуффиндуй Потому что Вова очень трудолюбимый и упорный Также сегодня у нас Дима Ковалик Который представляет Слизерин Да, давайте похлопаем Потому что Дима самый плохой человек из нас Ты видел, у него еще из рукава торчат наколки Так, ну что, давайте обсудим наконец-то книгу То как вам вообще понравилось? Вы прочитали, как тебе, Вов? Я считаю, что это лучший фильм Третья часть, вообще прекрасный фильм Я, если что, фанат Сириуса Снэйпа Это мой любимый персонаж Ты фанфик читал какую-то? Да, Дим, как тебе книга? Блин, мне очень... Это вторая книга, которую я прочитал еще в детстве Я ее читал, когда она только вышла И, конечно, мне фильм уже не так понравился Как Владимиру и... Не знаю, очень... Я расстроился, потому что, когда я ее читал в детстве Она была больше, чем «Тайная комната» по страницам А фильм был короче Фильм всего полтора часа идет И я прям злился, потому что какие-то части Что-то не показали А по сути не показали только... Ну, это мы потом уже будем говорить, что там не показали Мне очень нравится, что в этой книге появляется Дементр Вот это моя любимая часть Да, обожаю Дементров Напоминает женскую душу Потрясающе вообще Классно, очень нравится Любит целоваться А потом как-то радость уходит Потихонечку Что-то воспоминания про мать она забирает Еще что-то И потом шоколад сидишь, ешь, чтобы в себя прийти И находишься с сорокалетним жирным мужиком Прикинь так, где Ментры бы работали А в этой метафоре патронус — это дрочка, получается Освещает комнату Прогоняет женщин всех, а за всю Блин, в форме оленя выложилось, как у моего отца Вась, еще, кстати, специально для выпуска Меня недавно Леха позвал Ну, правда, не так давно Я не должен был здесь быть И я подготовился, я еще сделал себе татуировку с дарами смерти О, круто Да, Диман, это действительно стоит татуировки Да Надеюсь, она не сотрется за три года, пока мы дойдем до этой части Да, Дим, пожалуйста, расскажи Я прочитал в переводе «Росмен», где хорошие имена И в переводе «Марис Пивак», чтобы разобраться, какое из них лучшее И посмотрел фильм тоже, но, честно говоря, фильм я уже для кайфа больше посмотрел Я уже так все могу приписывать, что я готовился Я еще пиво пил Помастурбировал неоднократно На книгу? Ну, тут есть парочка эротических моментов Там есть момент, когда мама Рона провожает их на поезд И она отнимает Гарри Да-да-да, и там написано, что Гарри немного смутился, но ему очень понравилось Я еще переводы сравнил Оказалось, это не такое Тут ебаные имена, но все остальное лучше переведено, чем тут Я потом расскажу чуть про это Хорошо, здорово Круто, что ты прямо подготовился Блин, я все-таки хотел сказать Я пытался, я пытался прочитать эту книгу Во-первых, давайте так Просто, ну, внесу некую ясность Я никогда не был большим фанатом Гарри Поттера Он появился, когда я уже попробовал пиво Понимаете? Сложно было конкурировать Ну, и я понимал, что там в этой книге Ну, совы, да, совы, да Но мне уже 13, я начинаю читать 19, 84 Ну, какой Гарри Поттер, понимаете? Но в 33 я такой Прочитаю Гарри Поттера Сказка, одна из семи частей, наверняка небольшая Мне много дел, Леха позвонил, сказал Давай, ну, типа, там, за неделю Я такой, ну, прочитаю за выходные Суббота утро Я еду в машине Нахожу на Ютубе Гарри Поттера и Узника Скабана И мне начинает читать 13-летняя украинская девочка Я не знаю, слышал ли кто-то Я знаю, как проведу вечер Это нет, но это по-своему очаровательно Потому что Гарри Поттер Очень не любил жить с махлами И тетя Петунья Это чудо какое-то Но, к сожалению, аудиокнига в этом замечательном прочтении 11 очень много, 11 с чем-то часов Даже на двоих смогли, не смогли, поднется Это было сложно для усвоения моим мозгом Поэтому я все-таки решил, что я буду тем персонажем, который как бы шарит по фильму Если что, я вам буду говорить, каких моментов не было в фильме Мне понравилось, что ты в 14 лет такой Магический сова, это, конечно, круто Но вот же отецкий гусь Да Вот это магическая птица Не-не, просто очень прикольно было то, что Вася сказал Давай позовем Вовчика Потому что я знаю, что Вовчик не читал до этого И было бы очень интересно кого-то назвать, кто прочитает в первый раз Но могу сказать Смотрел я фильм сегодня утром Как в первый раз А на самом деле Во второй Во второй, в третий Но, чтобы вы понимали Настолько, что для меня оставалась интрига Злодей или Северус Боб Блин, это прям бесит Смотри, Богард Это привидение, которое принимает форму твоего самого главного страха в жизни Мой, например, главный страх Это, что все узнают, что у меня очки без диоптрии Я ношу их так, чисто для стиля Ого, какой ужасный секрет Да? А давай посмотрим тогда, какой у тебя Богард Приготовься Раз, два, три А где доставка? Нет, нет, нет Не может выйти Промокодикулус Промокодикулус Господи, боже Господи, это ужас Я думал, мой главный страх Что все увидят мою актерскую игру Но нет, оказалось, что мой главный страх Что ты не успел воспользоваться промокодом на бесплатную авито доставку Я видел такие случаи уже Это было ужасно Я не мог воспользоваться доставкой по всей России Не тратя время на личную встречу с продавцом Я не мог сделать первые три заказа от 49 рублей Наложи на меня забвение Нет, тебе больше не придется это терпеть Ведь есть промокод standupgen2022 Ты спасен Промокод? А что он дает? Все очень просто По нему первые тысячи пользователей получат бесплатную авито доставку До любого пункта выдачи заказов Ничего себе! Да-да-да Успей обновить приложение И воспользоваться промокодом standupgen2022 Но будь внимателен И можно будет воспользоваться всего один раз Спасибо, Димон Обязательно воспользуюсь Но не торопись Сначала Акцио-сервис Чаепитие Я понял Сектум 7, брат Тортик Можно секундочку Леха, а тебе как книга? Слушай, не знаю Честно говоря Хорошая книга Но она Ну лучше бы ее не было Не было узника Аскабана вообще? Ну да Очень много вопросов оставалось У меня поломала эта книга Все Ну чего, блядь, только стоит этот ебучий маховик времени О чем тебе не нравится маховик времени? Бля, ну ей дали маховик времени И она такая Я схожу еще раз на урок в это же время Так это же Гермиона Грэнни Пизда, спаси родителей Гарри Поттера, блядь Вообще по-другому у книги пойдет Кстати, насколько я знаю Я готовился и читал вообще Пытался вот про эти все дыры сюжетные Насколько я понимаю Джоанна Роулинг Она не планировала тогда быть всемирно известной Когда она писала третью часть По-моему еще не начали снимать франшизу Она такая Да и похуй Маховик времени будет, ничего страшного Да, она не думала, что Хранители времени в интернете Будут разбирать хронологию Она такая Напишу интересную книгу И вот здесь, кстати Я для себя объяснил Почему у нее был этот маховик времени Во-первых, в фильме очень прикольно заявляется Что она все время появляется на уроках неожиданно Помните этот момент? А во-вторых Мне кажется, именно ей дали маховик времени Потому что она самая умная Самая прилежная ученица Которая никогда не нарушает правила И когда ей дали этот маховик времени Я объяснил Маховик Махонку времени Махнушку времени Когда ей дали Она Именно ей доверили Потому что Чтобы она научилась Во-первых, им пользоваться Этой опасной штукой Которой можно А именно она Сможет потом не нарушить все правила И ничего не сделать Потому что она потом В фильме, во всяком случае Она потом все восстановила И все сделала Она здесь хрустнула Я понимаю Веточкой Там что-то кого-то пугнуло Здесь крикнуло Все повторило в точности Как она сделала Типа там Несколько часов назад Но маховик времени Просто выставляет Дамблдор долбоеба Да, да Он всю предыдущую часть Сходил такой Кто убил учеников? Отмотай и посмотри Уебок, блядь У тебя маховик времени Лежит И еще Тут же карта мародеров Появляется Авторку Тоже спрашивали Про Карту мародеров Но с карты мародеров Она такая Ну тут проебалась Ладно А че с картой мародеров Не так? Но там же Коросте Это Питер Педигрию Да, да, да И он 12 лет живет В их семье И на карте мародеров Гарри Поттер впервые видит Питера Педигрию Так Они же карту только нашли А карту нет Карта была у Фреда И Джорджа А, точно И по сути 12 лет Рон Уизли Спал с Питером Педигрию В одной кровати А их это вообще Не смущало Так это же Это же Фред и Джордж Они знали наоборот Да Типа прикол Это просто Это было обнесение Они ему говорили еще Приятных снов Рыжи Педиг Давай На боковую Ну и вообще Там в целом Очень интересный момент Когда они катаются На гиппогрифе Очень красиво Вообще Вообще возможно Что гиппогриф Это в целом Единственный способ Добраться дешевле Чем через авиасейлс Я хранил ее Вася, а тебе как книга? Мне нравится Узник Аскабана Такая Насыщенная часть Там много Появляется Артефактов Интересных Вот как раз Этот Маховик времени Тебе понравилось Появление Маховика Да Если не задумываться Об этом То да Ну да Если не задумываться Что он все нахуй Шлет все семь книг Вообще Можно сделать Что-то Такое логичное Про путешествие Во времени Потому что Везде какие-то Есть Недочеты Даже в каких-то Хороших Давайте книги К нашей книге Так Ну что Давайте тогда Почитаем По ролям Давай Начну Сюжет Рассказывать Там Гарри Поттер У него опять Он живет У Дурсли И все вроде бы Уже получше Потому что Он там колдует И все такое Изучает книги Но он узнает Что к ним приедет Тетя их Марч ее зовут И она его жестко Дрочит каждый раз Когда он приезжает И не Скринт Типа Она любит Дадли Постоянно любит Прямо Кто у нас такой Жирный Дадли Дадли А Гарри Ненавидит Она все время Говорит Ты сын шлюхи Собаки Собаки Она говорит Ты сын собаки Постоянно И Гарри Поттер В один день Не выдерживает И надувает ее Типа Вот так на нее тычет Она раздувается И улетает А сначала хорошо Надувает ее Он ее надувает И получается Что у нее нет дома А у Гарри Поттера Замечательный новый дом Надул тетю И он сбегает Из дома И попадается Автобус Ему попадается Автобус Ночной рыцарь Или в переводе Марии Спивак Грандулет Как Драндулет И Гран-улет Грандулет 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 Классная часть была Это типа Автобус Ночной Который помогает Тем, кто Балал в беду Он его отвозит В дырявый котел Где его встречает Министр маги И говорит Сбежал Сириус Блэк И он охотится За тобой Секунду Разогнался Дырявый котел Это заведение Ну если кто-то Не читал Сейчас представляет Он его отвозит В дырявый котел И у человека Книга по пизде пошла Это, кстати Отличное название Для отеля Потому что это отель Это отель Ресторан Вов, ты себя так застрелишь Я не могу Пожалуйста Реально Не направляй никогда На человека Но я сразу Тут хочу сказать Смешный Вот в этом Этот перевод Мария Спивак Он в целом нормальный Но тут есть странные моменты Например Тут Хогвартс Всегда пишется В кавычках И иногда это звучит Как эвфемизм Эвфемизм Там Гарри Поттер Гарри Поттер говорит Это Гермиона Моя подруга По Хогвартсу Блин, ну еще Короче Вот этот перевод Более клевый Его писал Современный человек Уже более пошлый Потому что там Люди писали Какие-то фразы Которые они не понимали Что двусмысленно Вот, например Я выписал три фразы Главное Не заляпать простыню Не то дурсли догадаются Что я по ночам Изучаю магию Есть еще И в этот же момент Когда изучает магию Он открывает подарок От Гермиона Его подруги По Хогвартсу И там написано Внутри была Большая банка Фирменного средства Для полировки рукояти Дим, а можно Я третью угадаю? Давай Что-то продал Гермионе в рот Вот такая какая-то Браза ужасная Блин, ты не поверишь Гораздо страннее Вот Он пробежал По открытым страницам Книги Нежданная радость Внезапно пролившаяся Золотой дождь Ну да Гермионе в рот Было бы не так жестко Конечно Этого в фильме Не было Ну и Гарри И Гарри начинает жить В этом дырявом котле Он видит Супер Новую метлу Молния Да, она называется? Молния Которая Ещё там по пидорски Не написано Сколько она стоит Там написано Цену узнавать у продавца И он ждёт Когда уже приедет Рон Гермиона Чтобы они вместе Тусовались Ещё Момент вот этого перевода Странный Там есть в этом Дырявый котёл Это в районе Лондона И там много Магазинов для магов И один из них Называется Вот в этом переводе Дервиш и Бэнкс Но в Марии Спиваку Называется Дервиш и Гашиш Серьёзно? Да-да-да Я не знаю Как это объяснить Там один раз Гарри прошёл Мимо витрины Дервиша и Гашиша Так что возможно Это какой-то Амстердам Для магов Здесь много интересного Я бы вообще На месте Гарри Поттера К сожалению Я себе не всплюсь Это говорю Но вот при таких раскладах Я бы не уверен Что я в принципе Добрался бы до Хогвартса Когда-либо Потому что Вот что с ним случилось Ему 13 Да У него в банке До хуище день Просто до хуя Всё, точка Он в центре Лондона Поселился в этой штуке От родителей избавился Я думаю Я боюсь Если бы я там был Ко мне пришёл Этот отец Уизли И такой Ну что едем в Хогвартс В хуёгвартс Блядь Я остаюсь в Лондоне Братан Мне своих шлюх кормить Да-да-да У меня не так много лет Чтобы потратить Мой блядь Квадриллион денег Который у меня есть Да-да-да Ты ещё живёшь У тебя дервиш И гашиш под боком Это с книгами, да? Да-да-да По-моему, да Здесь они, кстати, первый раз Вот здесь клёвая сцена Когда они идут книжки покупать Мне очень книжки эти понравились О-о-о Там была эта книга Которую нужно погладить Чтобы она раскрылась Героин и физика, блядь Как это книжка Там были ещё книжки Которые Предсказание непредсказуемого Огради себя от потрясений И Кристалл треснул Когда отворачивается удача Что видно, что это не только для магов Но и для 35-летних женщин А там, реально, прикинь, смотришь Заходишь И там смотришь автор Донцова Кристалл треснул Ну, на самом деле Там так и было Про прорицание Даже Гермиона говорила Что это бабский предмет Ну, да, там был Обсуждаю Да, она сказала Ей не нравится Намного лучше руны Она говорила Блин, да И там вообще очень смешно На самом деле Что тоже Вот в этом переводе Они придумывали новые слова И там она изучает Арифмань Что такое? Руны Руны, да А ты не видел? Гермиона Гермиона, она славянская националистка А я этот разговор Разговаривать отказываюсь Ей очень нравились руны В какой-то момент запретили Запретили на квиддич ходить Потому что она два фаера с собой принесла Грифендор Не-не-не Пиздила Малфе Ебать, слезрин, ебать В этом переводе Вот эта вторая Она прорицание ходит И второй предмет Арифмантика называется Типа они выдумали слово новое И это круто Потому что в том переводе Гермиона говорит У меня сначала прорицание А потом нумерология Я думаю Ну тупая пизда растет Просто В этом моменте Идешь ты нахуй сразу Да Потом карты Таро И плетение А вообще я не пойду Сегодня на ретроградный Меркурий, Гарри Давай по сюжету дальше Они потом едут в поезде Уже Давай И они попадают В одно купе С Люпином Да Они понимают Что это новый учитель По защите от темных искусств И в какой-то момент Что-то происходит Поезд останавливается Гаснет свет И надо признать Что у Люпина была какая-то Перед поездкой Сказочная туса Он спал крепко Он спал крепко Он не просыпается Они заходят Разговаривают с ним Он просто Он же еще там описан Ну в фильме Он вообще Ну просто маг А в книге Он прям бомж Блять какой-то Он там в лохмоть Да-да, там не хватает Только типа Когда они зашли в купе В купе сильно пахло мочой Это веяло От профессора Люпина Легкая мара Придут проводники Не сдавайте меня Я пока тут прокачусь Но я не могу Я перебегать буду В целом это его поезд Он там давно катается Смешно, если вообще Он им рассказывает Что он профессор И в Хогвартсе Потом о нем больше ни слова Только когда они едут назад Он такой Да я на самом деле машинист Да И там появляется Дементор Заходит Они в поезд заходят И Гарри теряет сознание А Люпин у вас спасает А Люпин, да В этот момент просыпается Потому что он чует Какую-то Темную энергию Холод И вспоминает вообще бывшую И в этот момент он вскакивает А Дементор я не помню Зачем они? Они из-за того Что сбежал Сириус Блэк А, да, Сириус Блэк Все точно Все вспомнил Я вспомнил Типа Сириус Блэк Плохой парень А Дементор и женщины Поэтому Да, а Дементор и женщины Охраняют Хогвартс И Хогвартс Экспресс Вот И Гарри приходит В себя Он всех спрашивает Говорит А вам тоже стало хуёво? Нет Говорят Ты слабак просто Свалился Ну, и Люпин Как взрослый Говорит Поешь шоколад И тебе станет легче А вот это тоже, конечно Там постоянно он такой Да, пахавай сладкого Да, слабься И там еще смешно Они рассказывают Была бы смешная концовка Тогда, когда В какой-то момент Они такие Профессор Люпин А чем вы болеете? Куда вы пропадаете? И он такой Да у меня диабет Они приезжают в Хогвартс В итоге И там дальше Ну, достаточно большой кусок Который просто Будням посвящен Там показываются уроки Профессора Люпина Хагрид становится новым Вот это, наверное, важный момент Хагрид становится новым Преподавателем По уходу За магическими существами И как раз на первом же уроке Он им показывает Гиппогрифов Вот этих существ Которые Там вот было про эту клевую книжку Книжку о хищу Которую жрет Да, да Которую нужно затягивать ремнем И которую нужно погладить Имашь Хагрид подарил У меня самая клевая идея То есть Ты книгу по воспитанию животных Ты ее гладишь Хорошо к ней относишься И она открывается А не зря они сделали книгу По половому воспитанию Какую же, да Откройте свои книги И один кто-то такой У меня не открывается И он такой Нежнее Нежнее трогай книгу Чуть-чуть подольше Извините А у меня книга вся сырая Это хорошо Вот время открывать И там типа гиппогриф И он объясняет Что это очень гордые существа Нужно поклониться И у всех гиппогриф в книге А? В книге же у всех гиппогриф Да, там Ну там их не то, что у всех Там их дохуя просто Стадо, гиппогриф Нужно поклониться Если ты ведешь себя неуважительно Он может напасть Да Естественно Ну типа на самом деле Да, им объясняют Прям очень А, ну они же молодые Им по 13 Они никто еще до этого С женщинами не общались Там то Ровно один Там где он потом его Ну, к нему нужно подойти Поклониться Очень вежливо поклониться А если ему что-то не понравится Он может напасть Может что-то тебе навалять А если ты поклонился Тебе в ответ Поклонились? Можешь сверху залазить И там Там Драком Алфой Клювокрылу Дикпик Показывает И он нападает На него сразу А что Алфой сделал Ну он просто сказал ему Что за уродская птица Ты урод Это у Спивак так было Дикпик Я просто упустил Да, да, да Точно Я вспомнил Там Алфой Он в манере Он как Дадли дразнит Гарри Поттера Он так же дразнит Гиппогриф А типа Что гиппогриф Где твоя мамочка Гиппогриф Да, да, да Еще они идут И у них случается Урок предсказания Где новая учительница Ну, которую до этого Не показывала Мадам Трелани Она предсказывает Гарри, что он умрет Сразу же Да, да Вообще просто говорит Ты умрешь И пугается И такая Блин, вообще хороший учитель Ей нужно не вести Прорицание А сообщать людям Результаты флюорографии Вот что Блин Все нормально А, не так Люпин на первом уроке Первый урок Извини, пожалуйста Извини, пожалуйста Но я почему-то говорил Люпин И Трелония А, Трелония А как У него Трелани И Люпин Я уже Я просто не хочу Чтобы мы случайно Подошли К Гарри Кому? Гарри Гарри? Поттер Француз Я вообще Люпин Ладно А Тринити Вообще в фильме Такая Тринити Трелла не была А к чему она занималась? Ну это которая Предсказательница А, нет Тринити Все, я понял Тринити Это которая В фильме Дарт Вейдер Было Не, это правда бесит Я ради этого Это и делаю Диман Ну надо понять Надо честно Дать должное По Вовиным переделкам Всегда понятно Кого он имеет ввиду Ну да И там типа На первом уроке Люпин Им показывает Богарта Это типа Привидение Которое превращается В твой главный страх И ты говоришь Заклинание И нужно подумать И он во что-то смешное Превращается Мне вообще Вот эта концепция Очень понравилась Это как раз на стендап Похоже Да, да, да Это прикольно О, расскажите Кстати, вот Что мне интересно Как у вас Как у вас Выглядел бы Богарт И как бы Вы его победили А сам никто не расскажет Сам не представит Мне кажется Нужно друг на друга Посмотреть Мы достаточно хорошо Нет, ты Ты, видимо Не хочешь рассказывать Да, Лёва Видимо Твой Богарт Ну, ты не хочешь О нем говорить В книжке Вообще жуткий момент Что его надо В смешное превратить Страх какой у тебя главный И там урона Сейчас И там урона Паук И чтобы его превратить В смешное Он ему умысленно Отрывает все лапы Да, да, да Такой уморительно Вообще Катается Что-то Кек угорар Да, у всех В этом плане Разное чувство юмора Тут нельзя ученикам А смешно ведь Если паука Трахает динозавра Это же подростки Да, да, да Там такое бы и было И он весь в пенисах И урок по пизде пошел Нет, после первого пениса Дальше бы все делали Все в пенисах Да, да, да Профессор с пенисов Профессор с пенисами Профессор с пенисами Все с пенисами Нет, ну, Сереж, Димон Как ты думаешь Кто бы к тебе выбрался Из шкафа? Ой, ну не знаю, Лех Не знаю Я дома один В одиночестве И у меня на руках Бумажка, где написано У вас рак тела И я такой Ну что ж И как бы ты это в смешное превратил? А я бы посмотрел Как бы люпин с этой хуйней разбирается С моим кризисом, блядь Вот этим экзистенциальным Нет, ну реально, прикинь Димон там в этом помещении И просто из шкафа выходит Врач такой Дима, ну что, очень плохие анализы? Очень плохие И как, ну вот это А как это в смешной превращается? Он весь в пенисах А, врач? Врач, и врач говорит Очень плохие анализы? Я из пенисов Вы установили? Очень плохие анализы Но я их все съел и выпил Вот так вот Лех, а у тебя какой бы был? Худший кошмар Из-за того, что могу вспомнить Богарт превращается в трех человек сразу И оказывается, что идет пора разбираться сейчас И один из них Саша Долгополов В общем, сегодня в агрессивном настроении Гарик обиделся А ядрак из-за этого замкнулся И перестал со всеми разговаривать Твой Богарт, это пора разбираться Конкретный выпуск Ты по России с туром ездил В котором смотрел своему страху в лицо Да, да Как бы победил бы вот этот страх Ты очень понял, как мы побеждаем страхи Закрываем шоу А у тебя, Вась? У меня был бы вот как раз сам Богарт То есть я призраков очень боюсь Конкретно призраков Серьезно? Прям очень боюсь А у тебя было такое, что ты прям видел призрака? Ну вообще, если ты хочешь серьезно об этом поговорить То у меня есть парочка фотографий Здесь еще есть парочка фотографий Бля, ебать бывает шесть лет, знаешь, человека А ты думаешь, у тебя какой бы? Блин, я больше всего боюсь быть парализованным Уф Бля, да, это взрослые страхи уже Да, все, погнали А веселье? А если бы как бы это весело пройти? У меня бы негр на коляске катал Я такое в кино смотрел И все уморительно было Он бы у меня уши массажировал еще А, такой, такой, который тебя не жалеет Все, я понял Ну, слушайте, ну я не знаю А мы раскрыли всех как людей прям? Ну вообще, в целом достаточно Вообще, мне понравилось Ну, ладно Глубокишь, страх Нет, это интересно Вот Димон, например, явно не старался пошутить И это интересно А я шутил, думаешь, блядь? Это у меня шутка такая, Леха Типа я в одиночестве и у меня рак Ха-ха-ха Ну я, кстати, знаю Прикольно Ну если у тебя такой богар То можно всегда представить Что у тебя рак с пивом Так, ну что, можно дальше по книге? Ты не хочешь богарства рассказывать? Ну, блин, серьезно сейчас подумаю Ладно, я давайте сейчас подумаю Давайте Хорошо Давайте, давайте, давайте Все мои родители и близкие мертвые Вам нравится? А как развеселил? А развеселю я все в пенисах? Нет, ну Как бы все в пенисах В классе у Люпина С такого зрелища Просто вся мертвая сеть Просто куча мертвых людей И потом они все в пенис Отменяем этот урок, пожалуй Еще параллельно проходит матч по квиддичу Между Гриффиндором и, по-моему, Когтевраном И там опять Дементор вмешивается И Гарри Поттер падает с метлы И они проигрывают матч Впервые за всю историю Гарри Поттер не поймал снич Там говорили, что он до этого два матча ловил его И тут не смог Простите, смотрел Ну, я готовился И смотрел всякие штуки про Гарри Поттера У Гарри Поттера, у каждого из ловцов Какие-то вообще отношения нездоровые С Малфием у них там вот эта гей-пара Блин, да, там есть еще Они летели так близко, что дотрагивались коленками Да-да-да С Эдриком Не обязательно парни С Эдриком у них прям роман в конце С Эдриком там вообще, вообще что-то А из Когтеврана Я не помню, как ее зовут, к сожалению Шанк, что-то такое А, да, девочка, с которой они потом будут сосаться Сосаться, да Джо Чанк Ну, в общем, короче, Гарри Поттера стоит на ловцов И более того Джинни Уизли Извини, пожалуйста Да, мне мама тоже Джинни Уизли Она тоже потом стала ловцом Ну, она хороший ловец А он ее уже Да-да Это какая-то ролевая игра у них Ну, это видишь, у него что-то в подсознании у Гарри Поттера Я думаю, Гарри Поттер, он так выдавливает морально врагов своих Ловцов других Влюбляя их в себя? Да, ну да Малфой бесится, что Поттер не его Да, конечно Вообще, это прикольно Он выбрал девочку, которая лучше всех может поймать его мячики Блин, а там еще Поттер с Малфоем ругаются так, как подросток не ругается Вот я отметил диалог Малфой говорит Поттеру Жаль, что твоя метла не снабжена парашютом Вдруг рядом очутится Дементор И Крэп с Гойлом дружно заржали И Поттер говорит Жаль, Малфой, что у тебя нет дополнительной пары рук С четырьмя ты точно золотого мяча не упустишь Я думаю, им по 13 лет подростки так не ругаются Что он говорит У твоей метлы нет парашюта И он такой Чтоб к твоей матери в постель спикировать Вот так же Ты так ругался в 13? Ну это как раз Блин, круто Круто И у них, короче, матч он проигрывает И Люпин решает Что он будет теперь учить Поттера Заклинанию от Дементоров И они типа тренируются Он ему объясняет Что нужно вспомнить самое светлое в своей жизни Я бы себе хотел патрон от Дима Ковля Который отгоняет Дементоров Такой Пошли нахуй Чё, бля Синь Ёбаные Дементоры Прям чтобы за лицо хватал рукой такой Куда, бля Короче, вот еще параллельно с этим идет То, что завели уголовное дело на гиппогрифа За оскорбление За оскорбление Малфы, да На самом деле он физически напал на него Он же ранил его Но он прям не напал Он его раззадорил Ну тот типа его выбесил Но по большому счету он на него не нападал Из-за нанесения тяжких телесных Приговаривают гиппогрифы Ну и Хагрид должен был что-то сделать По большому счету На Хагриды А, его отстраняют Нет, его не отстраняют Его оставляют Просто гиппогрифы убивают Да, должны казнить его Блин И тут был момент Я читал эту книжку Вот в этом переводе Я уже знал, что все хорошо закончится Но я все равно, когда читал Немного расплакался На определенном моменте Когда Хагрид присылает письмо Гермионе И там написано Дорогая Гермиона Мы проиграли дело Мне разрешили взять его в Хогвартс День казни будет назначен Клювику Лондону очень понравился Никогда не забуду Как ты нам помогала Хагрид Я вот на Клювику Лондону очень понравился Прямо начал плакать Хотя я помню, что все хорошо заканчивается Ты тихо, ты тихо Все хорошо Клювику Лондону очень понравился А потому что еще Хагрид Персонаж такой Приятный И по книге приятный И актер охуенный Вот это единственный Как бы мой персонаж книги Который у меня в голове Представляется точно так же Как актер Который играл в Офиге Да, огромный добряк Он прям идеально, блять, подходит Вообще Может быть, без блять Вот Я работаю над этим Мне не все равно Если вам интересно И здесь именно из-за того Что это Хагрид говорит Ты такой Блять, ну Хагрид Это очень тяжело переживет Ты настолько мощный Проработанный персонаж Да, но это еще дело Все в слове Клювик Потому что тут его Конькур зовут И он пишет Мы проиграли Мне разрешили отвезти его назад В Хогвартс Бля Это опять двусмысленно День казни пока не назначен Коньки Очень нравятся в Лондоне И Клювика жалко А Конька Да пухну Конька Конька Согласен Потому что А, а как его там зовут целиком? Конькур А, Конькур И типа Конька Это и так уменьшительно Да, да Конькур Гарри Поттеру дают Карту мародера Это карта Которую сделали Лунатик, бродяга Сахатый хвост И там на карте Видно, где кто перемещается По Хогвартсу Видно всякие тайные ходы И он идет в Хоксмит Ну только вот Это типа такие гугл-карты Когда ты со всеми друзьями Зафрейдился И у тебя все друзья отмечены Да, я старался Я пытался такую сделать Кстати у себя Так у тебя же все и отмечены По-моему Не, у меня все Это Как бы Не егнулось Но я очень хорошо помню Когда ты прятался от нас В аэропорту Это нормально для Васи Да, да, да Так и было Серьезно Мы даже ехали в тур Вчетвером И мы приехали в аэропорт И Васи нигде нет И он не берет трубку И потом Когда мы уже заходим в самолет Он вдруг появляется И мы такие Вась, ты где был? Мы тебя искали И он такой Я знаю И показывает И показывает нам До хуя фотографии Как он снимает нас С эскалатора Из каких-то щелей Там прям видно Там есть видео Где малой ходит Его и ищет Я следил за тобой Погадал меня и искал И единственное Что выдавало Васю Немножко В какой-то момент Женек зашел На их с Васей Карту мародеров И такой Вася где-то В 100 метрах от нас Надо бы всем людям Объединиться В гугл-картах Давайте добавим Друзья Каждому всего добавить Чтобы у каждого Была карта мародеров По 7 миллиардов человек Вася пытался это сделать Я был первым Который сказал Я не хочу Я не хочу Блядь Тут проблема в том Что это именно Вася делает Как будто ты не хочешь Чтобы Вася всегда Знал Где ты Черт Вова у моей матери дома Бля Вообще Это как будто бы Социнженерия Направленная На какого-то Определенного Человека Вася такой Мне надо всех Собрать И убедить Его Да-да-да Я всем Когда еще говорил Я еще говорил Кто согласился Я говорю Ну вот Этот сказал Да И этот Да Ну что Ты И ты будешь Видеть Где я У меня в какой-то момент Это прям настоящий Диалог У меня в какой-то момент Ваня Усович Он сидел Смотрел в телефон И такой Мне не всегда по себе От того что Медведев Всегда знает Где я За комиками Кстати я заметил Неинтересно Следить Они дома Они дома Или в барах В которых ты и так Блядь тусуешься А за кем тебе интересно Следить Прости Вот у Фила Воронина Интересная жизнь Он прям Рано встает Куда-то едет Блядь да Но тут Вася Вася его переиграл И встает еще раньше Едет туда же Я ложусь на 5 минут Позже Чем Филипп Воронин Слушай а ты понял уже Его траекторию по городу Ну да я видел Как он с собакой там Я видел гуляет У тебя Ты зафрендился С собакой С его тоже Бля У меня реально Я вот зашел Я вообще про это забыл У меня реально Тут Вася Медведев Единственный Кто знает Так у многих людей Я кстати не вижу Сейчас я Слушайте но Если кто-то из нас Потеряется Мы все будем спрашивать Вась где он Ну реально Че давайте по сюжету Быстренько Мы дойдем Да успеем дообсудить Карта мародеров Карта мародеров Они путешествуют В Хогвартсе Ее сделали Вот лунатик Бродяга Сохатый хвост Непонятно кто это Параллельно Ну в этом моменте Короче надо Перед тем Как сказать про карту мародеров Надо рассказать Что недалеко от Хогвартса Есть деревня Куда все ходят развлекаться Когда у всех каникулы Туда можно ходить Начиная с третьего курса Там очень вкусненькое продают Всякая там тусовочка И там есть бар В котором ученики Пьют сливочное пиво Как мы с Димоном сегодня И для того Чтобы туда пойти Пока тебе нет 14 Тебе нужно разрешение От родителей А поскольку Как говорил Дадли У Гарри Поттера Родителей нет А где его мамочка Да Она не может Дурсли ему не подписали Потому что он надул Сестру Да Он надул Потому что тетю И теперь Когда они находят Гарри не может пойти Никак в Хогсмит С остальными И Фред и Джордж Передают ему карту На которой указаны Тайные ходы Я бы знаешь Как сказал Лех Фред и Джордж С какого-то хуя Да Появляются Передают ему карту Ну да Там вообще Ну к сожалению Согласен Там правда Нет Просто они Мне кажется Они знали Что ему нельзя И дали ему Что по-моему Нет А если Да Смотреть Вообще Отматывать назад Вот Смотреть На этот фильм На всю На все Семь частей Уже когда ты знаешь Развязку Нет Давай как будто книгу Говори Если отлистывать назад И смотреть на эту книгу Если знать сюжет Всех семи книг То ты понимаешь Что в этой части На самом деле Взрослые люди Дамблдор И там Я не знаю Все добрые персонажи Готовят Маленького мальчика К осознанию И пониманию На самом деле В какой он жопе Готовят его аккуратно Да Поэтому Когда Ему дают Эту карту Ну Я до себя Докрутил Что эта карта Ему попалась От Ну собственно Каких-то более взрослых От отца Этих рыжих пацанов Или кто он Это Вызг Вызг Они украли У Филча А Филча А Филча Это вот этот Который не умеет Колдовать за вхоз Который Когда-то давно Отнял У отца Гарри Поттера А Филч хороший Нет Он скряга Он душный Но он хороший Сквип Так вот Да Ну он более Ну короче Он не негативный персонаж Он не прихвостень Волан-де-морта Правильно? Ну он Он жесткий Ему нравится Детей унижать Не-не Ему нравится порядок Он такой Все должно быть в порядке Да Он всегда говорил Что детей надо пытать Как раньше Типа раньше В Хогвартсе Били детей Нормально пытали Не как сейчас Да-да-да И он за вот такие методы А то они летают на этих метлах А реально Я что-то не помню этого То есть раньше в Хогвартсе Были телесные наказания Да-да-да У Долорес как раз Заставляла Гарри писать пером И у него на руке Это шрамами выводилось А то это так странно Люди ходят У преподавателей С волшебными палочками И кто-то себя плохо ведет Я говорю Сука Блин Там Что еще разъебывают В квиддич Блин Извини пожалуйста Я иногда беру Васину палочку Ну просто потому что она рядом И она интересная И каждый раз Когда я беру Вась такой Возьми бузину Мучьте бузину Очень красивая палочка Но у меня ощущение Будто она меня не слушается Дим Тебе нужно убить его Да-да-да Попробуй Блин Леха бы вот так убивал Да? Авадокедавра Много раз Вообще это действенно Было нанесено 50 ножевых Авадокедавр Министерство магии Палочных хранений Не отследит никак Вообще не понимаю Никак не отследит Им придется звонить в МВД Дементоры, детективы Потому что эти отследят Как раз такие вещи Про Аскабан Что у них есть Аскабан Да, тюрьма для волшебников Жесткая тюрьма для волшебников В которой два месяца Хагрид сидел Да, кстати Вот мы уже селись Машина И типа Я насколько понял Ну это единственная У них тюрьма Вот Я подумал Что наверное странно Туда сажают Вообще всех преступников То есть даже за легкие Какие-то преступления Не, у них видимо За легкие не сажают У них либо жесть Либо вот Не, ну Хагрида Посадили же на два месяца А в книге вообще Аскабан Ну в фильме Не так он показан Там просто тюрьма А в книге Там прям расписано Какое-то ужасное место Что там люди Ну сходят с ума Ну а Хагрид Кстати надо признать Супер прописанный персонаж Да И вот так добавляет Так его дополняет То, что он сидевший Но то, что его туда отправили Во-первых Это жестко Главное Смотришь на Хагрида И понимаешь Мужиком сидел Все нормально Да, да, да Что у вас про Аскабан? Да, вот это Что за мелкие преступления Тоже сажают Да, да Мне просто нравится Представлять Что кто-то типа такой Что ты сделал Прошел зайцем В метро Поцелуй Дементора Так работает Дементор любвеобильный В этом плане Они прям Они ближе к 30 Очень любят Короче Давайте в двух словах Никак Гарри не мог попасть В Хоксмит Потому что ему нужно Разрешение А в Аскабан Ты к чему говорил Мы еще забыли упомянуть Что в начале книги Рассказывают Что страшнейший Преступник Сириус Блэк Который убил Однажды 11 человек На площади И ничего от них не осталось Кроме одного пальца Сбежал из тюрьмы И Гарри Поттера Все аккуратненько предупреждают Что вообще-то Скорее всего Это один из приспешников Волан-де-Морта Ближайший И скорее всего Он будет искать Гарри Поттера Чтобы его убить Поэтому в целом Все остальные рады Что Гарри не может Ходить в Хоксмит Потому что На Гарри Как бы особенный Упор Когда он с помощью Карты мародера Идет в Хоксмит Он подслушивает разговор Между Магонаглом И министром магии Где они рассказывают Что Сириус Блэк На самом деле Крестный отец Гарри Поттера Что он типа Был близким другом семьи Крестным отцом Гарри И потом предал его И переметнулся На сторону Темного лорда И раскрыл тайну Где находится Лили Джеймс Что типа да Все умерли По его вине По вине Вот И классный момент Тоже упустили К сожалению Когда отец Уизли Пытался ему Думал это рассказать Но из-за мискоммуникейшн У них произошло То что он его Неправильно понял Ты на английском читал Какой-то маленький Чуть-чуть Вот только это было Из-за их недопонимания Простите Из-за их недопонимания Гарри думал Что он ему Про другую какую-то вещь Рассказывает Потому что всю книгу Вообще выглядит ужасно Что Гарри Все знают Что это его дядя Да Все знают Что это его дядя Но никто не говорит И вот он узнает Только вот этим способом Когда подслушивает Да Подслушивает разговор Понимает Что это еще Его дядя Ну как дядя Крестный 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 Ну да Дядя нужно было Раньше Крестный В мире магии Конечно Еще очень важный момент Всю книгу Еще Рон Постоянно теряет Свою крысу Которую зовут Короста Или Струпик В этом переводе Но Короста Это тоже Это тоже самое Короста Это вот эта корка На ранее Тоже конечно Назвали крысу Вообще круто Но они хотели показать Насколько она старая Блядь и мерзкая Слушай Ну кстати Вот из-за того Что в книге называлось Она так У меня из детства Это слово Вообще ничего Отвратительного Вызывает Просто Короста Ну просто Слово-то красиво Звучит фонетически Да? Да А в оригинале Как Короста? Я не читал Короче вот И Там еще Все время Берет Гермиона Покупает кота Который Они думают В какой-то момент Что он сожрал Короста И там очень долгая линия Что Рон еще Ненавидит Гермиону За то Что кот сожрал Да-да-да Ой блядь Совсем забыл Кот который Нахуй был не нужен В книге Вообще в принципе А он еще потом пропадает Да От него просто решили Избавиться Типа ну и хуй с ним В четвертой части Его просто нету Да-да-да Короче И там потом В очередной раз Они идут в Хоксмит И уже на выходе На них Они видят этого кота И на них нападает Вместе с котом Сириус Блэк Хватает Рона И уносит в подземный ход Который тоже ведет К Хоксмиту Гермиона и Гарри Ползут за ним И там уже Он видит Что он хочет убить кого-то И заходит Люпин Они думают Что он им поможет Но он их обезоруживает И они рассказывают О Да там очень долгая глава Я не знаю Как это было в книге Но в фильме Это довольно страшный момент Ой странный момент Когда они условно Если бы это было все с пистолетами То тогда бы они бы все Стоять ты ублюдок Я тебя сейчас убью Подожди Не убивай Почему я должен убивать тебя И тут заходит следующий Ты ублюдок Убери пистолет Я буду стоять Ты козел Не а не козел Козел Ты тут берет Нет Ты стоять Ублюдок Очень много Очень много Меняется персонаж Который кому-то угрожает Сцена реально такая типичная Да 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 Мексиканская дуэль Это называется На самом деле Мне кажется Ой Извините Показалось Извиняюсь за то Что не уверен Все нормально Нет просто Про кота Я просто Еще про кота Думал Что да Мне кажется Она Джон Роллинг Планировала кота Тоже как Какого-то анимага Типа Как вот этого Что превратится в кого-то Да 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 Что превратится в кого-то Да потому что Гермиона там не просто так Выбрала этого кота Потому что он на нее Как-то там Напрыгнул И Гарри И она ненавидела Коросту этот кот Он все время пытался Я думаю Она планировала Что это будет Люпин Но потом Она такая Оборотень Ебать Точно И все остальное Про оборотня Написала И момент Во-первых К оборотню Готовил их Снопер-сноп Он готовил Он сразу сказал Перескакиваем Главен Про оборотней И они такие Почему профессор Он такой Я в черном Я так сказал Так делай И вот что С оборотнями Они вылезают оттуда Помните Они поймали Коросту Да В этой пещере Все в порядке Они уже Вытащили Он стал человеком Коросту стала Кем Как его зовут Питер Петегрю Питер Петегрю Для тех Кто не в курсе Петегрю Для тех Бля Я зомневаюсь Что такие есть Но если вдруг Кто-то вообще не в курсе В результате оказывается Что Сириус Блэк Никого не убивал Блядь Что Тринадцать лет В Аскабане Круто Просто так Питер Петегрю Не он не рассчитывал Что Волан-де-Морта Убьют Если бы Волан-де-Морта Не убили Он был бы приспешником Лорда И не надо было бы жить крысой Это пришлось ему Здесь логично Логично Не странно ли Что все типы Которые там Столько времени Занимаются магией И живут оборотни Они оба оборотни Правильно? И... Один анимак А другой оборотень Один анимак Другой оборотень Неважно У оборотня Нет календари Календарика Лунных Затмений Есть 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 Да Снэйп ему В книжке Это прописано Так гремучая ива Ты понимаешь Зачем вообще Готовит ему зелье Чтобы он пил И не нападал А в книге В этом фильме Он просто спрашивает Ты забыл выпить зелье И в книжке Он тоже говорит Я забыл Я тебе говорю Смотри короче Там какая тема Изначально хижина В которой весь замес происходит И... Как она там Визжащая хижина Гремучая ива И гремучая ива Это все сделано для того Чтобы Ива заколдована Чтобы через ход под ней Люпин сваливал в эту хижину И переживал там затмение Пока он оборотень Для него все сделано специально Это с тех старых времен А визжащая не называлась Потому что они там вчетвером Типа волк Потому что он оборотень И папа Поттера Потому что он олень И еще Сириус Блэк Потому что он пес Бля И Пятигрю Потому что он крыса И они там тусовались И бегали И там все ломали И поэтому все думали Что там призраки Живут в этой хижине Не-не-не Не памяти просто Потому что Когда Люпин превращался В этого Он очень орал Он испытывал боль И орал из-за этого И поэтому Воющая Да-да Он типа сам себя Сам себя ранил Там в книжке было Что он не мог никого покусать И сам себя кусал Да-да И он нутился Окей Интересно В книге просто Ты забыл выпить лекарства Я такой Реально пиздец Мужики Вы не подготовились Вы по ночам Становитесь волками Тринадцать лет Шли к этому моменту И ты забыл Выпить лекарства Да-да Ой я реально Прибался Это Как будто Реклама Средство Для потенции И короче Они ему объясняют Что на самом деле Питер Петегру Да вот предатель И тут Снэйп И все портит Он типа говорит, вы заколдованы все Потому что Снэйп ненавидит, типа, Люпина Потому что они в какой-то момент его разыграли Когда были одноклассниками Его чуть не сожрал Люпина, он их всех ненавидит Так оно и есть Да, и короче, он их выводит из этой хижины И там что-то в какой-то момент налетают дементоры, по-моему Он же не знает, что Сириус Блэк Он не верит им, он не знает, что Сириус Блэк Типа на самом деле хороший парень Что все это сделал Питтигрю Он не верит в такие чудесные расклады Когда никто не виноват Ну да, он скептически относится Когда, знаете, все само чудесным образом Но в целом, он же, если понимать, что он очень сильно любил маму Поттера То для него все это большая личная трагедия И он как бы просто такой, ну, как депрессивный чувачок Да, год такой Ну, да Эмо Эмо, да, он выросший эмо Да, и они начинают убегать Потому что на них люпин превращается в оборотня И они убегают куда-то с Сириусом Все вместе бегут Они когда выбегают из-под гремучей ивы Когда выбегают из-под гремучей ивы Их там ждет Снейп Да И он арестовывает Собственно Снейка Блэка Да, спасибо Своего тезку Блэка И ведет его Сдает его Дементору И вот расклад на утро такой Сегодня убивают Сириуса Блэка Он в темнице Сегодня убивают Клюва Крыла Он сидит на цепи Да Настроение от этого Улучшается Не супер На Гермиону и Гарри налетает дохуя дементоров И кто-то их отгоняет с супермощным патронусом Они приходят к себе в больнице И им Дамблдор говорит Гермион, расскажи все Гарри И вы можете спасти две невинных жизни Да И тут маховик времени Да, и тут они рассказывают про маховик времени Которым Гермиона пользовалась Все это время Они перемещаются в прошлое А вторая жизнь, которую мы можем спасти Это Клювокрыл Которые договорились казнить Они спасают Клювокрыла На нем Ну типа отматывают время Да, прибегают просто По-тупому Его просто отпускают Не вовремя Но приколюха-то в том Что они повторяют все звуки И все штуки Которые им То есть она знала Что там хрустнула ветка Она подошла тоже хрустнула веткой А еще мне понравился момент Что Помните, когда Я не знаю Как это было Не было в книге Не было Но в фильме Значит Гермиона Видит себя Гермиона видит себя Со спины Она в лесу прячется Она из будущего Прячется Эти смотрят за Клювокрылом В настоящем Гарри с Гермионом И она видит себя Со спины С Гермионом? С Гермионом, да Она видит себя Со спины? И видит себя со спины И говорит Это так выглядит Мои волосы? А в этот момент Она оборачивается Такая Что? Она такая Ничего И нам как бы Дали понять Что она услышала Как бы голос В своей голове Как будто Своим голосом Она сказала Это так выглядит Мои волосы И она такая Какая-то чертовщина Происходит Она очень умная девочка Да, да И в результате Они спасают А, и там же еще Сириус На этом озере Да, его пытаются Поцеловать Дементор Высосать у него душу И тут как раз У Гарри Поттера Получается Патронус Там супершикарная Там вообще здорово А, Гарри думал Что это его отец И здесь Вот Какого-то черта Это момент взросления Это вообще Весь фильм Мне кажется О взрослении С этой Пас четвертая часть Уже более темная То есть Вся книга О взрослении Извините В общем Он осознает Что не Не придет Папочка Не спасет Его А где твой папочка Путер? И он понимает Я свой папочка Патронус нахер Вперед Маховик времени Переносится в прошлое И трахает свою мать Это в книге Так, да? Да, да Унижает Снейпа Много лет Блин, вот я с вами хотел Обсудить последнее Что они спасают Клювокрыло И мне нравится Что Хагрид Говорит Наверное Я просто плохо Его привязал И Министерство магии Такие Ну и похуй Да, да, да То есть я думаю Я думаю Хагрид А до этого Ты не мог до этого Додумываться? Ну и по итогу По итогу че? По итогу Он спасается Присылает Гарри письмо В котором он разрешает Ему ходить теперь В Хоксмит Да Говорит, что для Дамблдора Этого будет достаточно И, собственно На этом Это последняя Из Последняя из Книг Которая хорошо заканчивается Вот, я про это и говорю Это как раз про взросление Дальше детская сказочка Детская сказочка На тебе реальность Клювокрыла Казнят Слава богу Клювокрыл в этой появился Да Нет, как раз Вот здесь Это последняя книга Которая заканчивается Хэппи-эндом Дальше начинается Смерть Присущие Мерти Книги на самом деле Вообще Мне нравятся Следующие книги Вообще больше Но здесь Очень круто Здесь очень много Персонажей появилось А это то, что мы говорили Хорошие воспоминания Они все из детства Да, да, да Бля, я не Это она специально Так сделала Да Первый класс Это русский Это английский Герасим Получается Типа бывший Зекумс надстал Которому приказали Казнить Клювокрыл И он такой Да я даже не буду Пытаться его спасать Ты думаешь Рулинг такая Чуть-чуть внедрю Тургенева Поймут отсылку Мои читатели Вряд ли И по девять Но Но Колыбелкин Может через Была бы Была бы Забавная сцена Как он пытается Утопить птицу Птицу-лошадь Он едет с ней И такой Давай Она улетает Он такой Да бля Так а чем заканчивается Глобальная книга Тем что Гарри спас себя И все И Сириуса Сириуса Ну себя И Сириуса Блэка От Дементров Ну типа да Оказалось что спасает Это не кто-то загадочный А он сам Сириус Блэка Он спас Научился использовать Патрону Там же еще Они когда прибегают Назад К Дамблдору Отдавать ему Ваховик Дамблдор Всеми силами Пытается Сделать вид Типа что Этого не было Как будто Их блядь Прослушивают А он прям такой Они такие Намаховик Времени Он такой Блядь Леща хочется Дать ему В этой сцене У нас все получилось Что получилось Ой иди ты нахуй Могла быть Альтернативная концовка Что в четвертой части Что это не он делает вид А что это настоящая Деменция И он вообще не понимает Что происходить С начала четвертой части Ему будет в этом году Турнир трех волшебников Он такой Турнир трех волшебников Не ну это все Реальный повод задуматься Когда тебя попросили Дамблдор сам блядь Не стал никого спасать Он не крутил Маховик времени Он дал это детям Они потом ему такие Мы все выделили Он такой Он вообще не был Потому что идет Большая игра Между министерством магии И добрыми чуваками Вот и все И он в части этого министерства Ему приходится это делать Он не может Ему приходится это делать Руками детей И он их направляет Он их направляет на пути Чтобы в итоге Гарри спасся У меня есть две У меня есть две Любимые статусы Давай Одну можешь мне дать Да давай Давай тогда Выбирай про наркотики Или волчью Волчью блядь Конечно Давай тогда ты первый Страница 96 Она тут выделена Страница 96 Она там выделена Блин классно Димон Спасибо большое Добро А то я тупой Я не нарываюсь На неприятности Раздраженно ответил Гарри Это неприятности Обычно Нарываются На меня Есть еще У меня есть цитата Где в жизнь Гарри Приходят легкие наркотики Вот так звучит Природа словно Приглашала прогуляться По лугам Или поваляться в траве Прихватив с собой Пару литров Ледяного тыквенного сока Сыграть партию Другую В плюй камни Или хотя бы Просто наблюдать Как гигантский кальмар Лениво рассекает Отбивать его сюда Вообще знаешь Выглядит когда ты Просто после психотерапевта Выходишь и такой Ну луга хочется Сейчас бы Пару литров Тыквенного сока Где кальмара В Москве посмотреть Ребят Так Погадать Давай гадаем Заканчиваем Да Давайте погадаем Это интересно Я подумал Что Дамблдор В Швейцарии Был бы Дамблдорблю Потому что он Типа голубой Так Давайте гадать Так У кого сразу Вопрос есть В книге У меня У меня есть Вопрос в книге Книга Скажи пожалуйста Я когда-нибудь Увижу Настоящую магию С 1 по 509 С 1 по 509 Я выбираю 333 Страницу Так Седьмую строчку Бля Там прокрывокрыло Там прокрывокрыло Снизу 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 На левой странице На слевой Которая А нет А ты же сказал 333 Да 333 Разворот хочу Клювик Лондон Очень понравился Я сказал там Прокрывокрыло Что? Клювик Лондон Очень понравился Это реально Конкретно эта фраза? 333 Да Ну что Меня теперь пугает Насколько задрот Димон Он такой Там прокрывокрыло А ты Димон Что? Давай Вась Интересно мне А эта сука Ответит За свои поступки? Давай Какая страница До 509 До 509 Давай 120 Страница Я кажется Ответ Знаю Нет 120 Страница Десятая строчка Сверху Откуда-то из полумрака Раздался Приглушенный Почти неземной Голос А что голос Говорит Василий? Добро пожаловать А господи Давай Я тогда Философский вопрос Дам Давай В чем смысл жизни? Да Давай Пускай 63 Страница Десятая строчка Димон Да Ты процитируй сам Ты же знаешь Десятая снизу? Да В чем смысл жизни Дадима? Постранись Продавец оттолкнул Гарри Толкаться Не стоять на проходе Сука Мне Гарри Поттер Сказал, блядь Мы, к сожалению Не можем подытожить Книгу сегодня У нас впереди Еще растянутые годы На три На ближайшие Четыре Следующие книги Я жутко жду Четвертую часть У меня к ней Больше всего Претензий Она вышла уже Да, давайте закончим Как вам, зрители? Было весело Да, супер Спасибо большое, что пришли На Узни Каскабана И еще Леша хочет что-то короткое сказать Каждый раз, когда считаешь Если удается погрузиться в книжку Типа Гарри Поттера Все время становится Немножко обидно Знаете, ну типа Когда я реально погрузился В этот мир магии Ты когда вылезаешь Ты такой Бля, жалко, что на самом деле Такого ничего нету Знакомое ощущение вам? Меня первый раз в жизни Вот так вот именно Сильно покемоны расстроили Когда мне лет десять было Я такой, типа, блядь И здесь И я думал, что жалко, что нету магии Но сейчас, сидя здесь на этой передаче Я понимаю, что самое главное Это, знаете, плевать, что нет магии Главное есть Магия дружбы АПЛОДИСМЕНТЫ Жалко, что магии не существует Как вот в книге Про Гарри Поттера Думаешь, не существует? А как тебе такое? Все книги мира Плюс их аудиоверсии И все помещается В твоем малюсеньком телефоне Сторител, друзья А не Магии не существует А-а-а Понятно Спир